Прогнозы, дело неблагодарное. Рекомендации, советы давать обществу, государству, тоже это, по сути дела, гадание на кофейной гуще. Для того, чтобы понимать, что делать, куда двигаться, куда плыть, нужно до конца осознавать, что мы имеем в сухом остатке и что этому предшествовало. Государство это же не просто какие-то учреждения, органы, какие-то институты, не какие-то законодательные акты, декларирующие это государство, начиная от конституции до уклада нашей государственной жизни. Государство это то, что в наших сердцах и умах. Это осознание нашей реальности, нашей общности, образующей народ в какие-то определенные территориально-географические рамки и уже с последующими возникающими институтами. Так получилось, с большим сожалению, что за последние несколько столетий мы имели искаженную форму государственных институтов. То есть, по-другому сказать, мы полноценно своей собственной государственности не имели. Начиная с 18 века и с 19 века здесь присутствовали государственные образования, но это были скорее колониальные формы правления. То есть, это было сначала протекторат Османской империи, потом часть состав Российской империи, далее уже мы были частью Советского Союза. И в сознании нашего народа, в его культурном коде отложилось восприятие государства как некий чуждый элемент. То есть, на бытовом уровне не было оснований для выстраивания в семье, в отношениях восприятия государства как часть нашего организма, часть нашего внутреннего эго, нашего народа. Государство всегда воспринималось как где-то народ мы здесь, на земле, государство где-то там. К большому сожалению, это восприятие и осталось у нас, и мы в 21 век, уже строя при этом свое собственное государство, которое потом и кровью мы завоевали право на его провозглашение и существование, по сути дела, вот эта маленькая закавычка в нашем подсознании, она до сих пор осталась. Мы остались до сих пор, мы в бытовом восприятии, общество как бы разбито, есть базис, базис, которой люди занимаются, живут в селе, в городе, занимаются своим хозяйством, на бытовом уровне, в общинном взаимоотношении, все великолепно строится. Но, к сожалению, наше государство заканчивается на Лыхненском или на Кутольском повороте. Как только мы передвигаемся восприятие уже столичной жизни, там где государственные органы, учреждения, все это восприятие общинности, что это общее, все куда-то исчезает, возникает определенная каста и прослойка. Конечно, вещи есть более глубинные, более фундаментальные для того, чтобы в нашем сознании укрепить государство, но, по сути дела, сегодня мы пришли именно к этому. Человек, который украл курицу у соседа, это позорный изгой, а человек, который украл из бюджета миллиарды, он носит галстук, его сажают во главе стола почетного гостя. Вот в нашем сознании какой серьезный пробел, и это будет очень серьезным тормозом для развития государственных институтов. Более того, в нашем школьном воспитании, когда мы готовим полноценного члена общества, патриотическая нотка, она присутствует только лишь в оборонном аспекте. То есть, да, мы четко знаем, что и как, и почему мы пришли, как мы построили наше государство, кто погиб, и сколько жертв мы принесли, и какие утраты до сих пор в связи с этим несем. Но при этом на школьной скаме мы нашим школьникам не объясняем, что мы будем строить, куда мы будем идти. То есть, восприятие государства как таково нет, это просто какое-то название, да, закрепленное в Конституции, выражаемое в органах власти, в красивых джипах, на которых катаются чиновники. Да, многие люди стремятся туда, потому что стремятся к красивой жизни. Кто-то стремится на улицу, хочет на улице авторитета добыться, кто-то в кабинетах. Ну и оба эти пути, они пути в никуда. Государство строится у станка, государство строится за рулем трактора, за рулем автобуса, в кабинете, в рабочем. Вот где строится государство. Люди должны понимать, для чего мы вообще, в принципе, вместе живем и друг на друга смотрим, и куда мы дальше, для чего мы растим детей. Если мы хотим, да, жить в этом государстве, которое нам от наших предков досталось, дальше его хотим развивать, нам нужно наш взгляд на самих себя внутри поменять. Когда все знают, что там человек, допустим, имел отношение к распределению бюджетных средств и в пользу себя и своей семьи. Все об этом знают и молчат. Стыдно. Вот в нашем сознании не должно быть это, не должно быть стыдно. Должно быть, мы же, когда собирают деньги люди на свадьбу, да, доверяют кому-то под запись подарки, которые приносят, сомнений же не возникает, все четко и прозрачно. Так же и в государстве должно быть четко и прозрачно. Наш бытовой общинный подход, он должен быть точно таким же и по отношению к функционированию государства. И вот в этот ворох проблем, скопившихся, которые мы имеем, мы, по сути дела, его так и не разгребаем, а только проблемы с каждым годом, они добавляются, добавляются. Сегодня у власти еще больше вызовов, чем было 5 лет назад. Еще больше вызовов гораздо, чем 10 лет назад. С каждым днем наши проблемы все растут, и они не решаются. Эти проблемы нужно решать. И куда ни копни, начиная, не знаю, от работы управдома, вкончая аппарата правительства, везде этих проблем куча. Проблемы, они хорошо известные. Это и, во-первых, огромная перенагрузка чиновничного аппарата на количество работающего населения. То есть та узкая часть нашего граждан участвует в создании добавленной стоимости, да, то есть выступающих локомотивом экономики. И огромная часть, которая участвует в распределении и освоении тех ценностей материальных, которые образуются в стране. Это огромный дисбаланс. Любой экономист скажет, что с таким балансом, с таким сальдо ни одна фирма не просуществует и дня. То есть мы, по сути дела, катимся по инерции. Инерции времени и находясь при этом заложниками ситуации. Какие-то очень сложные моменты, в очень тяжелый период, значит, появляются люди, которые, эксперты, политологи, я не знаю, как угодно их можно назвать, которые предлагают Абхазии некий выход, решение вообще всех проблем. Вхождение в состав, федеративные отношения, ну, все, что угодно, но не сохранение вот той государственности, которая пока еще существует, да. Вот в этом смысле существующая ситуация, когда государственный институт, по сути, нулевые, да. Мы сами не осознаем, что такое государство. Вот насколько эта тенденция серьезна для нас и что делать вот в этом смысле? Законы природы, законы функционирования животного мира и на людскую популяцию тоже распространяются. Всегда большая рыба хочет проглотить маленькую рыбу, но маленькие рыбы, некоторые отращивают ядовитые иголки, чтобы большая рыба поперхнулась. Я думаю, здесь нужно нам поработать все вместе, и общество прежде всего, над выработкой средств защиты от того, чтобы нас не проглотили. То есть, ты имеешься в виду сопротивления? Ну, создание разных механизмов, иногда сопротивления, смена подходов, вариантов решения вопросов много, много и разных, они есть в арсенале, можно их выработать. Другой вопрос, хотеть ли этого делать? В большой политике нет отношений, есть интересы. Даже в стратегическом партнерстве это брак, но брак не по любви, а по расчету должен быть. Другой вопрос, что мы в последнее время чувствуем настолько крепкие объятия, что очень тяжело вздохнуть. Большим сожалению, приходится наблюдать, как вопрос пандемии встал на службу и дымовой завесой для выполнения каких-то политических контрактов. Последствия заигрывания с режимом работы той же границы теперь уже выглядят не просто как тютер для бойцовских собак, когда ошейник пивается в шевесе, собака куда-то пытается резко рвануть. Теперь это настоящая удавка. И последствия такого заигрывания с единственной отраслью в Абхазии, которая хоть как-то может прокормить население и как-то пополнить бюджет, приведет, на мой взгляд, к огромной катастрофе. Катастрофе и социально-экономическое, и как следствие гуманитарное. На самом деле туристическая отрасль, скажем так, не бюджета образующая. Она даже не приносит бюджет собственной третьей части средств. Почему так вот на этом все время делает акцент? Да, действительно, поступление за прошлый год, поступление в бюджет напрямую от участников туристической деятельности в Абхазии составили в районе 500 миллионов рублей. Сумма лишь восьмая часть, даже девятая от собственного бюджета. Сумма действительно небольшая, но в реальности в отрасли, вот по данным нашего министерства по туризму, озвученным недавно, 20 тысяч человек участвуют в отрасли, соответственно, 20 тысяч семей. Ну, это только те люди, которые имеют прямое отношение, прямые собственники, либо работники предприятий туристической сферы. А сколько косвенно локомотивам участников отрасли, это и сельхозпроизводители, это и производители других товаров и услуг, которые косвенно, но зависят от покупательной способности в стране, которая резко возрастает с началом туристического сезона. Сегодня на рынке огурцы продаются по 20 рублей. Мы вернулись на 20 лет назад. Да, конечно, хорошо для нашего покупателя, для граждан, многие товарные позиции стали более доступны. В этом году самая дешевая клубника была у нас на прилавках. Ну, это хорошо для покупателя, но для производителя это катастрофа. Когда получается, что все трудозатраты крестьян на выращивание продукции, которая, по сути дела, уже становится никому не нужна, они становятся тщетными. Люди могут только физически прокормить свою семью, но заработать деньги от продажи своих товаров и купить лекарства, подготовить их к школе, к сентябрь месяц, отправить студентов в Россию, дать им содержание становится просто невозможно. У нас ситуация сейчас напоминает середину 90-х годов, когда мы во времена блокады пытались как-то выжить. Одними мандаринами, которые поспеют зимой, это ничтожно малое количество. То есть экономику страны не поднять и даже не поддержать. Закрытая граница сегодня, да, мы оградились от коронавируса, можно сказать, что его нет у нас, да, там недавно два вот эпизода, но это смешные показатели. То есть это, даже если будет обнаружено еще десяток, два, три, это ничто, потому что мы уже видим по мировой статистике, что масштабы, да, масштабная пандемия, но ее летальность сопоставима с сезонной эпидемией гриппа. Но при этом вот за этот период, пока мы находимся в Акаде, сколько людей умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, сколько людей, которым необходима онкологическая помощь, по тем или иным причинам уже возникают сложности. И не только то, что там имеют одноразовый выезд на консультацию к врачу. Вот элементарно недавно мои родственники ребенка возили на консультацию. В Сочи нужна была повторная консультация. На повторную консультацию после курса лечения они уже попасть не могут. А врач узкого профиля такого в Абхазии нет. Что делать, ждать, когда нам господин куратор махнет рукой и откроет границу? Вообще взаимоотношения с Россией по некоторым ощущениям, скажем так, мягко назовем, изменились. Как ты говорил, было такое ощущение объятий, ну, удушающих объятий. К чему идем? Даже более расшифрую, где брать денег, чтобы вышить, где заработать. Или так и продолжать стоять в позе просящего перед Российской Федерацией, ну, до конца дней своих. К сожалению, стратегия Хаджина Средина, которой наш прошлый правитель придерживался, когда Падишах умрет, либо Ишак сдохнет, уже будет давать сбой. То есть перетерпеть, переждать, на авось подтянуть время. Может быть, изменится конъюнктура, может как-то будет другая геополитическая ситуация. Увы, такая стратегия точно ничего хорошего не приведет, потому что по одной простой причине ситуация ухудшается. Это следствие мировой геополитической нестабильности. Столкновение цивилизаций продолжается. И большому нашему, для нашему сожалению, уже больше 30 лет в современной истории, да, мы находимся как раз на линии излома. Но другой вопрос, что если мы четко возьмем политическую смелость, я в этом уверен, если наши власти четко обозначат алгоритм нашего поведения, он будет воспринят, я в этом уверен. То есть есть политика, опять же, да, выстраивание отношений, это взаимные уступки. Я уверен, что если мы проявим твердость, что и нам пойдут навстречу, если мы проявим консолидацию в общество, если мы государственные интересы поставим выше внутриполитического дискурса, который у нас присутствует в стране, если все политические силы смогут четко обозначиться, уже какие-то попытки предпринимаются, но если более внятно еще обозначится о том, что наши внешнеполитические интересы это приоритет и не предмет дискуссии, спекуляций, то я уверен, что тогда уже и не будет поводов продавливать наше государство на неудобное положение, неудобные позиции. Просто для этого нужна крепкая политическая воля. А денег как заработать? Деньги, к сожалению, в абхазском случае у нас немножко искаженное восприятие. Если политика это продолжение экономических интересов, у нас мы находимся в зеркальном положении и у нас экономика продолжения политических интересов. К сожалению, у нас настолько она уязвимая, что напрямую зависит от политической конъюнктуры. И больше скажу именно от внешнеполитической конъюнктуры. И опять же, та помощь, которая направлялась на поддержку, на наполнение нашего бюджета, если ее трансформировать еще и в правильное русло. Да, объекты социальной инфраструктуры, это, конечно, хорошо, это замечательно. Но смотреть на пустующие и красиво отремонтированные дома культуры, когда нет возможности аспирину людей купить, приоритет должен именно на какие-то бюджетнообразующие отрасли, на какие-то фундаментальные инвестиции. Это необходимо. Если так уже о текущем говорить, о положении вещей, сегодня в Абхазии много говорят очень про майнинг, фотографии с границы присылают, как целые трейлеры приезжают. Да, действительно, эта ситуация есть, есть даже запрет на майнинг. На мой взгляд, если мы не можем его запретить, а два года действия указа запрета нет, то, наверное, тогда это нужно развернуть на благо государства. То есть, да, в социальных сетях пишут о налогах с этой отрасли. Ну, насколько я представляю техническую сторону вопроса себе, налоги брать с майнинга невозможно. Это процесс неконтролируемый, добыча биткоина и криптовалют, ее отследить невозможно. Поэтому во многих странах под запретом криптовалюты, потому что эта сфера вне юрисдикции государств. Это внутри интернета, то есть контроль просто невозможен. Но самодобыча этой криптовалюты происходит с потреблением колоссального количества электроэнергии. Если вот по некоторым оценкам, сегодня в Абхазии в районе 300 тысяч добывающих устройств. Кстати, это по некоторым подсчетам почти 2% мировой генерации криптовалюты. То есть в этом показателе мы можем гордиться, что в мировой, наверное, в 20-ку криптодобывающих государств в мире входим. Ну, хоть в какой-то сфере мы преуспели. Потому что по количеству мандарин мы там сотой доли проценты занимаем в мировом производстве. Но если не шуток ради, если реально обеспечить оплату электроэнергии, потребляемой этими устройствами, и даже не нужно придумывать специальные тарифы, даже по тарифу для юридических лиц 85 копеек, если добывающие криптофермы будут полноценно оплачивать за электроэнергию, ну, это порядка 8 миллионов рублей в день могут поступать в бюджет. Я правильно понимаю, в день? В день, да. 300 тысяч устройств. Каждое устройство потребляет в среднем 40 рублей в сутки электроэнергии, если по 85 копеек. Почитать, помножить. То есть это на выходе цифра около 3,5 миллиардов рублей в год. То есть это сопоставимо с собственным бюджетом. Ну, или сопоставимо с российской финансовой помощью. Может быть, как раз вот эти деньги собирать за оплату и инвестировать хотя бы половину в реконструкцию нашей энергетической сферы, то, ну, понятное дело, не лучший выход, но сама судьба его преподносит, может его использовать для наполнения бюджета. Для этого, опять же, нужно проявить серьезную волю и общественный компромисс, где участники возраста должны понимать, да, за потребляемую электроэнергию надо платить. Ну, и, безусловно, чистота рядов людей, которые обеспечивают прозрачность оплаты этих счетов. Да, наверное, зимой будет тяжело, потому что перенагрузки на сети, но как раз параллельно распределительные сети можно ремонтировать. Но сегодня главный локомотив республики – это туризм. Это последние сто лет, именно как туристическая республика, мы формировались, и заняться точным машиностроением точно в ближайшие десятилетия нам не грозит. Поэтому, что Бог послал, то и имеем. Из этого нужно выживать максимум. И нужно находить силы, возможности использовать все доступные средства, договариваться, но обеспечить бесперебойную работу отрасли. Это выживание всего нашего населения. Кстати, если мы немножко коснемся статистических цифр, вот той же курортной сферы отрасли, то тут какая-то вот такая небольшая неразбериха. При том, что у нас 25 тысяч койкомест официально, мы за сезон, как ни странно, умудряемся обслужить более миллиона человек. Если пересчитать, это практически невозможно. Что не так? Мисс Фа, давай развеем статистические мифы по поводу количества так называемых койкомест. Это, кстати, термин, который бы уверенно из советской лексики шагнул в нашу сегодняшнюю реальность. Само это слово, конечно, смешное. По нашим критериям учета, даже если кровать будет 6 метров в длину, это все равно одно койкоместо. А если будет маленькая кроватка с шириной 60 сантиметров, это отдельное койкоместо. Поэтому по нашей системе учета двухкомнатный номер люк с двухспальной кроватью размера King Size Bed и с большим раскладным диваном, это номер на одно койкоместо. А если это будет комнатушка 6 квадратных метров, и в ней будет стоять трехэтажная кровать нары, то это три койкоместа. То есть сама система терминологии и определений в этой сфере, она немножко устаревшая. И те статистические данные, которые приводит Министерство по туризму, они немного искажены со самой системой учета и подсчета. Отчасти сами отельеры заявляют такое количество, отчасти просто при осмотре объектов. То есть проводится учет и берется во внимание, именно исходя из этих критериев, которые я привел. В реальности объектов размещения заметно больше. Если даже мы зайдем на сайт Booking.com и наберем слово Абхазия, посмотри, здесь Абхазия, да, 2940 вариантов размещения. Это значит, что 2940 вариантов, разделим их стандартный номер, номер люкс, допустим, на две категории. То есть разделить пополам, это уже больше 1400 объектов размещения. Ну пусть еще какая-то категория, но в реальности это даже отбросить еще разные варианты размещения. То есть это около 1000 объектов размещения. Средняя, даже мини-отели, если брать, средняя вместимость этих отелей, ну так, на взгляд на скидку 15-20 номеров на один объект. Понятно, что даже при беглом взгляде, очевидно, что вариантов размещения заметно больше. Ну пусть их будет в два раза, да, 50 тысяч. Так, условно определим эту цифру, ну, которая приблизительно будет вместе с частным сектором отображать. То есть это означает, что Единовременно в Абхазии может заночевать 50 тысяч гостей. Много? Нет. Правильно. Потому что в Крыму может заночевать 2 миллиона человек. А в Большом Сочи больше миллиона. А еще Анапа, Геленджик, Новороссийск. То есть в сравнении с объемом вместимости российских черноморских курортов, вместимость абхазских курортов, это в районе статистической погрешности. То есть примерно пару процентов. А те данные, которые нам приводят, что Абхазию поселило 1 миллион 200 тысяч человек, это данные о переходе границы. Это с мая по сентябрь, то есть период сезона, сколько человек прошло границу в обе стороны. Мы прекрасно знаем, что половина Гагринского района на работу ездит в Адлер каждый день. Утром поехали, вечером вернулись. Вот два перехода. Мы сами выезжаем, когда жители Абхазии, граждане, все поездки, кто в Сочи, кто дальше, это тоже переход границы. Плюс однодневные экскурсии. То есть физически, даже если представим, предположим, что у нас всего 50 тысяч максимум, умножим на два официальные данные, даже 50 тысяч койко-мест и средняя продолжительность заезда 10 дней. То есть это получается 100 дней сезона на 10 заездов на 50 тысяч. Максимум, что возможно за сезон пройдет через Абхазию, это 500 тысяч человек в качестве наших туристов. Это ничтожное малое количество. И те разговоры о том, что якобы, что власти Краснодарского края занимаются протекционистскими мерами и способствуют тому, чтобы не открывалось сообщение через пост ПСОВА. Отчасти это просто досужие разговоры, потому что экономической конкуренции мы им просто не можем составить никакой абсолютно. Вопрос лежит, на мой взгляд, исключительно в политической плоскости. Эпидемиологическая плоскость, она будет на последнем месте. Потому что как-то это за рамками здравого смысла. Не пускать своих граждан отдыхать на территорию, где нет коронавируса. Даже в островных государствах Тихого океана и то больше случаев, чем у нас в Абхазии. Но что дальше? Все же вот этот главный вопрос. Что нам делать дальше? В ближайшей перспективе, если не что делать, то что нас ждет? Ну, под лежачий камень вода не идет. Это точно. Нужно что-то делать. И это тот момент, когда в любой сфере нашего общества от бытового уровня до государственного должен быть компромисс. Компромисс эмоциональный, компромисс политический, какой угодно. Мы должны все понимать, куда мы идем и ради чего. И, соответственно, руководство страны должно взять на себя ответственность, назвать вещи своими именами и определять уже направление, куда нам двигаться и как развиваться. Продолжение следует... Продолжение следует...